Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии заместитель главного врача по детству Одинцовской центральной районной больницы Нина Павловна Чуприкова. Здравствуйте, Нина Павловна. И Ирина Борисовна Петрова, заведующая Одинцовской детской поликлиникой. Здравствуйте! Здравствуйте! Собрались сегодня не случайно. Актуальная тема – вакцинация детей. Насколько сегодня ситуация с прививками меняется? И меняется она в лучшую сторону? Хотелось бы услышать от вас. Или все-таки есть еще достаточно большой процент родителей, которые наотрез отказываются ставить прививки своему ребенку? Вы знаете, вот наблюдая в течение нескольких лет, как у нас, ну, наверное, 3 года, 5 лет назад, когда очень многие родители отказывались от вакцинации, то сейчас эта ситуация, она меняется. И количество таких родителей становится значительно меньше. У нас очень много этому уделяет телевидение. Мы про это говорим, про это пишем. Педиатры не перестают про это рассказывать пациентам, что не делая те или иные вакцинации, мы можем привести к вспышке какой-либо инфекции. Поэтому вот в этом году мы начали этот год, что у нас был карантин, и месяц мы вакцинацию не делали. Зато февраль, март, вот сейчас середина апреля, и количество детей, которых мы вакцинировали, то есть тот план, который нам давали помесячно, мы его уже выполнили. То есть мы не идем с опозданием. Количество вакцинации проходит в нормальном, усредненном режиме. Мы делаем вакцины на данный момент. У нас есть все вакцины. То есть мы прививаем от гепатита, мы прививаем деток от БЦЖ, мы прививаем деток от полимиелита, от кори краснохипаратита. То есть все вакцины у нас есть. Есть вакцина привинар, которую мы делаем тоже детям. Поэтому недостатка в той или иной вакцинации у нас нет. Главное было бы желание. Главное, ребенок был бы здоров. Каждой вакцинации мы говорим родителям, что они ребенка должны подготовить, они должны сдать анализы, если это необходимо, они должны пропить какой-либо антигистаминный препарат, чтобы ребенок воспринял ту или иную вакцину абсолютно спокойно и без каких-либо побочных реакций. Насколько действительно вакцины нужны, необходимы в современном мире? Ну, вакцины, конечно, нужны. И в современном мире особенно. Мы, как бы, уже люди, вакцина зависимая. Сам человек уже не может справиться с рядом некоторых инфекций. Поэтому прививаться надо обязательно. Кроме того, некоторые вакцины, мало того, что они защищают непосредственно против данной инфекции, они опосредственно влияют на весь организм ребенка. Уже окончательно доказаны. Некоторые вакцины применяются вообще с лечебной целью в онкологических, каких-то прионкологических заболеваниях. Это БЦЖ вакцина, например. Кроме того, коревая вакцина, она стимулирует иммунитет ребенка. Это уже доказано. Полимелитная вакцина также влияет на иммунитет ребенка. Не только защищает против полимелита, но и стимулирует иммунную систему. Повышает общие защитные силы организма. Это не простые слова. Это доказательная медицина. Проведены исследования. Они уже опубликованы. И как бы во всем мире уже приводят примеры вот этих вакцин. Кроме того, компоненты, сами компоненты некоторых вакцин, как Гриппол+, они содержатся полиоксидоний. Это являются препараты иммуномодулятор, стимулятор. Повышают тоже защитные силы организма. Поэтому вакцинировать надо детей обязательно. Вакцинируем мы детей по национальному календарю, по приказу. То есть вакцинация проводится по календарю бесплатная. Необходимым условием является информированное и добровольное согласие. Некоторые вакцины мы прививаем по эпид-показаниям, как, например, клещевое энцефалит, гепатит А. Кстати, то, что касаемо клещевого энцефалита, в последние годы клещей становится все больше и больше. Причем не только в лесу или в полях. Ведь просто в обычном дворе мы видим на наших домашних животных, как их много стало в последние годы. Но не все клещи являются переносчиками возбудителей. Но тем не менее. И если ребенок, допустим, родители знают, что ребенок отправится в какой-то регион, где есть клещи и переносчики заболеваний, необходимо ребенка вакцинировать. Надо явиться к участковому педиатру, заявить о себе, вакцина будет заказана, мы получим и прививаем детей бесплатно. А когда лучше всего это сделать? Это надо заранее, заранее. Либо за месяц? Как минимум за месяц, как минимум. Поэтому надо где-то в феврале уже, если вы знаете точно, что ребенок поедет в этот регион, надо заявить, чтобы заказали вакцину. Вакцина заказывается, быстро получается. В общем, тут нет никаких пробы. И опять же, все ставится бесплатно. Конечно, бесплатно. Главное, вовремя позаботиться об этом. По согласию законных представителей. Гепатита тоже самое прививается по эпид-показаниям. Если ребенок проконтактировал с каким-то больным, мы можем привить, мы обследуем ребенка. И если нет показателей заболевания этим гепатитом, ребенок прививается тоже бесплатно. Нет никаких проблем. Вакцины безопасные, хорошие, проверенные временем. Поэтому призываем родителей не отказываться. Ну, в плане отказов, родители, конечно, могут отказаться от профилактических приют. Но не надо забывать, что отказ от профилактических приют несет за собой ряд ограничений. Допустим, невозможен будет выезд в ряд стран без вакцинации против каких-то там инфекций определенных. Каждая страна определяет свой, так сказать, порядок ежа. Я знаю, что даже многие санатории, не принимают взрослых людей с детьми без карты, без выписки, с прививками. Обязательным условием является оформление справки для выезда в санаторий, пионерский лагерь. И ограничением служит отсутствие вакцинации против кори. С прошлого года некоторые организации, встречающие детей, не принимают детей без реакции МАНТУ, что является большой неожиданностью для родителей. Родители начинают ахать-охать, почему ребенку предъявлять претензии, почему ребенку не проводили реакции МАНТУ в образовательном учреждении, на что образовательное учреждение предъявляет отказы оформленные. Вот тут, так сказать, сюрпризом даже являются отказы матери. Отец даже не был поставлен в известности. Такие случаи бывают. Почему вы не настояли, почему мама отказывается? Как бы внутри семьи родители, законные представители должны разобраться. Согласны, они отказываются и не забывают, что могут быть такие ограничения. Кроме того, при посещении организованного коллектива, отсутствие вакцинации против кори, в случае возникновения кори в школе или в детском саду, ребенок не должен посещать школу или детский сад совсем. То есть он должен оставаться на даму до окончания карантинных мероприятий. Иногда порой это довольно-таки длительный, как минимум 21 день, а иногда и удлиняется период. При отсутствии вакцинации трехкратной против полиэмилита ребенок должен перемещаться на 60 дней, либо в другую группу, либо не посещать детский сад или школу вообще. Потому что бывают ситуации, переводить его в другую группу или детский сад некуда. Везде на данном этапе, допустим, проводится вакцинация, живой вакциной. Для него опасна эта вакцинация. И ограничительные мероприятия применяются именно для защиты этого ребенка, который не привит, а не те детей, которые привиты и прививаются по плану. Вот тут, так сказать, ситуация уже начинает пересматриваться родителями. Они начинают экстренно вакцинироваться. А вот в таких ситуациях возможно как-то все скорректировать и наверстать упущенное? Наверстать упущенное, допустим, в случае, если вакцинировать против кори, то это однократно, да, это возможно, быстро наверстать. Но против полиэмилита ребенок должен быть привит трехкратно. Только в этом случае ребенок считается защищен против полиэмилита. Двухкратно прививается инактивированная вакцина первая, две вакцинации. Третья – живая полиэмилитная вакцина. Вот тут не так-то просто. Интервал должен соблюдаться в любом случае. И поэтому это не один день и даже не месяц. Это довольно-таки большой интервал. И ребенок страдает, и родители страдают. Ребенок страдает от того, что он только привык к данному коллективу, группе или классу, к учителям, а вынужден переходить в другой класс, там другие учителя, другой коллектив, другие дети. Это стрессовая ситуация. Либо он вообще остается на дому, он отстает от обучения. Как бы тут родители должны уже определяться, и определяться не только мама или папа. Они вдвоем должны совещаться и переходить к единому мнению. То есть они должны понимать, какие последствия... Они могут быть в той или иной ситуации. Порой закон читается только однобоко. Мы это прочитали, что мы можем отказаться. Да, вы можете отказаться, но читайте ниже, какие последствия приводят вот эти отказы. Мало того, что вы подвергаете угрозе здоровья ребенка, он находится в ситуации, когда все вакцинированы, защищены, а он нет. Тут тоже надо призадуматься. Сейчас кори очень много, допустим, случаев. И заболеть кори – это летучая инфекция. Заболеть можно даже, живя в многоэтажном доме, по вентиляционным трубам вирус кори переносится благополучно. Ребенок может заболеть. Это раз перемещение, миграция, пребывание в других странах. Находясь в аэропорту даже час. В любом месте большого скопления людей. Большое скопление людей. А сейчас это практически любой торговый центр, супермаркет, кинотеатр. Не избежайте. Торговые центры, кинотеатры, перемещения, поездки – все это влечет за собой огромные последствия. А кори – достаточно тяжелая инфекция. Если ребенок непривитой и переболел до трех лет, там последствия могут быть очень серьезные. А какие могут быть последствия? Самым грозным. Ну и энцефалитами, энцефалиты коревые, а кроме того подострые энцефалиты. То есть ребенок перенес, кори как бы вылечился и считает, что все замечательно, все прекрасно. Через некоторое время, через год, через два возникают какие-то моменты, родители начинают обращать внимание. То он стал плохо говорить, то он начал заикаться, то какие-то двигательные нарушения. Это все, может быть, вот этот давать подострый энцефалит – это самые грозные такие осложнения кривые. Так что тут надо призадуматься. К сожалению, показывают по телевидению очень часто, к чему приводят последствия вакцинации. Но тут не учитывается частота таких случаев в этот раз. И никогда не показывают осложнения данной инфекции. Когда ребенок не вакцинирован, об этом почему-то замалчивается. Когда ребенок не вакцинирован, и когда он болеет, это достаточно тяжелая инфекция, кори. Она вообще тяжело переносится. И с температурой, и с интоксикацией, и довольно-таки длительное катаральное явление, которое все это усугубляется. В общем, страдают практически все системы иммунные. В том числе после заболевания кори иммунитет как минимум месяц восстанавливается, а то и более длительный период. Поэтому тут надо еще призадуматься и как следует взвесить за и против. И особенно мы должны, да, Ирина Борисовна, сказать, что встречаются, как правило, вспышки тех или иных заболеваний в новостройках. Когда очень много приезжают с других городов, где непривитые. Вот пять лет назад, когда была вспышка кори, да, вот по всей России у нас как раз-то и болели. Это Трегорка, это болели микрорайон Дубки, это Гусарская баллада, там, где было вот как раз скопление народа, которые приехали из других городов, из других стран. Да, они были непривитые, они проживали очень много в одних квартирах, да, вот очень много родственников каких-то. Да, и болели именно эти, не болели наши. Собираются новые вот эти дома, новые коллективы, и вирус летучий, и по вентиляционным трубам происходило заражение. Но тем более, настолько это сегодня доступно, если ребенок находится в детском саду, в школе, то все прививки проводятся на месте. При согласии, безусловно, родителей, каждый родитель получает листочек, дает свое согласие, не дает свое согласие, но тем не менее, ведь все сделано для удобства родителей и детей. Конечно, и если мы говорили о том, что профилактические осмотры мы должны делать только тем деткам, которые прикреплены к Одинцовской ЦРБ, то те детки, которые посещают наше дошкольное учреждение, они к нам не прикреплены, но мы их все равно прививаем. И эта вакцинация у нас идет бесплатно. То есть мы прививаем все группы организованного детства, и никаких мы не делим их прикрепленными, прикрепленными, это все наши дети, потому что они посещают наши учреждения. Ну потому что в случае возникновения тройной вспышки, там уже будет неважно, это твой ребенок или не твой, прикрепленный или не прикрепленный, это уже факт, свершившийся. И чтобы его избежать, безусловно, конечно, это очень здорово, что можно прийти в Одинцовскую поликлинику и сделать ту или иную прививку, естественно, в соответствии с национальным календарем прививок. Конечно. То, что касается прививки Привинар, когда делается она и что непосредственно блокирует, какие вредные микробы и бактерии, вирусы она останавливает? Ну, у нас есть две вакцины. Для деток более маленького возраста, да, это прививинар у нас идет, и для взрослых деток, и для взрослого населения у нас идет пневмо-23. Мы блокируем, если мы говорим про прививинар, это вакцина от 13 бактерий. Если мы говорим о пневмо-23, то это от 23. И мы блокируем, у нас детки, как правило, когда заболевает ребенок той или иной вирусной инфекцией, всегда присоединяется какая-то вторичная инфекция, какие-то коки. И вот эти две вакцины, они препятствуют тому, что у них есть иммунитет против данных заболеваний и данных бактерий, в связи с чем нет присоединения этой вторичной инфекции, и ребенок легче выходит из этой инфекции. А если он реже болеет, то, соответственно, иммунный статус ребенка повышается, и ребенок становится менее восприимчив к тому или иному заболеванию. Я знаю, что даже некоторые педиатры в нашем Одинцовском районе, они, ну так, скажем, вот у себя на месте, да, проводили такие небольшие исследования, ну, лично для себя, в своих целях, то есть они прививали этой вакциной определенную группу детей, одну группу не прививали, и просто ввели статистику. И посмотрев там за 5-7 лет, они получили, в общем, очень хорошие результаты. Очень хорошие, да. Мы очень рады, что эта вакцина есть, что она включена в национальный календарь прививок, да, и мы делаем это детям. Вот в прошлом году мы очень хорошо, мы даже все 100%, которые детки наши и не наши, мы привили. Очень многие родители соглашались, может быть, то, что это вот все-таки мы ее пропагандировали, эту вакцину, и эту зиму мы пережили, да, и хотя было тоже вспышки, были инфекции, но, скажем так, у нас детки болели не так много, у нас было мало пневмонии, да, у нас было мало все-таки осложнений. То есть вот я бы хочу заакцентировать, да, внимание, вот эта прививка конкретно, она, может быть, ребенок и может заболеть, но просто протекать заболевание будет не в такой сложной форме, как может быть на фоне гриппа или любой простуды, во что она может перерасти, какие системы организма может затронуть. Конечно. То есть ребенок переносит заболевание легче, он болеет реже, иммунитет у данного ребенка выше, он чаще посещает и дошкольные учреждения, и учебные заведения, да, он больше гуляет, то есть его жизненный статус, он более выше, чем у тех деток, которые продолжают сидеть дома, болеют, пьют множество препаратов, химических препаратов, которые мы назначаем с тем или иным насморком или с кашлем, да, и здесь не понимаешь, что лучше, сделать ребенку эту вакцину, да, и ребенок будет здоров, мы его защитили, этого ребенка, либо же ребенок все это время, находясь на больничном листе, пьет те или иные лекарственные препараты. Это тоже доходит дело до антибиотиков, когда это заболевание протекает очень стремительно и серьезно, высокая температура, которая ничем не сбивается. Кстати, в этом году таких случаев было очень много, и внезапные приступы кашля, целые детские сады, и высокая температура, без симптомы абсолютно, что за вирусы продели у нас в этом году? Вы знаете, вот у нас инфекционное отделение в этом году, мы брали вирусологические анализы только тем деткам, которые поступали в инфекционное отделение, да, гриппа А, гриппа Б, у нас вот грипп Б был зарегистрирован, ну, там, трех-пяти человек, да, то есть это как правило, и если мы брали эти анализы, мы обязательно спрашивали, привит этот ребенок, либо не привит. Дети были не привитые, да, мы принимаем не только детей из ЦРБ, да, у нас инфекционное отделение, мы принимаем со всей Московской области, да, и поэтому, вы знаете, вот вирус Б был у нас в этом, гриппа Б в этом году, да, мы брали анализы, у нас был и ротовирус, был и норовирус, у нас был и энтеровирус, так, то есть вирусов много, но все это, да, протекало, ну, скажем так, не в очень тяжелой форме. Я считаю, что мы этот год пережили спокойно в плане эпидемической вот обстановки. Ну и давайте, конечно же, напомним, когда стоит вакцинироваться, чтобы быть во всеоружии перед осенне-зимним периодом 2017-2018 годов? Ну, мы надеемся, что в этом году будет такая же кампания по профилактике гриппа. Мы, как правило, она у нас начинается конец сентября, октябрь, да, мы ее, как правило, к первому ноября заканчиваем, эту вакцинацию, и мы настаиваем, мы все-таки пропагандируем здоровый образ жизни, и мы просим родителей, просим несколько раз подумать, несколько раз вот обмозговать эту ситуацию, но сделать эту вакцину и себе, и ребенку. То есть сентябрь-октябрь мы опять иммунизируемся. Защищаем иммунитет свой и всех членов своей семьи, что немаловажно, да? Конечно. Не только ребенку сделать вакцину, но и себе. Конечно, не себе. Или наоборот, да, не сделали ребенку, но сделали себе. Да. Вот есть ведь и такие родители. Есть и такие родители, но лучше и себя, и ребенка защитить против инфекции, быть готовым. Тем более вакцины, как правило, это много. Мы вот в этом году, у нас взрослое население, мы вакцинировали наши терапевты, да, и на привокзальной площади, и в торговых центрах. И в МФЦ, и в торговых центрах. Да, где только это не было. Врачи уже идут на все ухищрения, чтобы только позаботиться о здоровье своих пациентов и граждан. Я все время говорю, прислушайтесь то, что говорят. Прислушайтесь, и болеть мы будем значительно реже. Тем более сейчас наступило то время, когда надо работать, когда больничные листы, как правило, берут не столько много уже населения, да, когда, ну, жизнь у нас так складывается. Поэтому надо привиться, нужно реабилитироваться, впереди лето, а осенью прислушайтесь. Сначала летом запастись витаминами, солнцем, хорошим настроением, энергией на весь год, а осенью прийти на вакцинацию и спокойно пережить осенне-зимний период. Конечно. И не забывать о плановых прививках по возрасту детей. Это самое главное. От рождения и до... Чем раньше, тем лучше. Надо начинать все вовремя. Как написано, как врачи вам советуют, так и прививайтесь. Спасибо вам огромное. Надеемся, что наши телезрители задумаются над той информацией, которую слышали сегодня и примут ее к сведению. И обязательно придут на вакцинацию, не пропустят ни одной прививки для своего ребенка. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»